Вернемся к теме форума, диджитал форума в Алматы. О формате, о его участниках и приглашенных спикерах поговорим с заместителем директора департамента цифровизации и Министерства информации и коммуникации Айян Рамаза. Доброе утро, Айян, спасибо, что наше время ответит на наши вопросы. Доброе утро. Хотелось бы узнать, чем нынешний формат, формат нынешнего форума по цифровизации отличается от прошлого года. Спасибо за вопрос. Ровно год назад на этой же площадке в Алматы главы правительств пяти стран Евразийского экономического союза обсудили цифровую повестку союза в эпоху глобализации. На той встрече они обсудили формат работы форума, перспективы сотрудничества дальнейшие. И в этом году уже с учетом того успешного, эффективного формата работы наш форум цифровой становится уже традиционным. И сегодня будет уже конкретная повестка, цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 уже с учетом того, что у нас форум традиционный. Тематика форума будет евразийская инновационная экосистема. И уже буквально через пару часов начнет свою работу пленарная сессия, на которой руководители правительств государства Евразийского экономического союза не только подведут итоги работы с момента проведения первой встречи, но и наметят планы по сотрудничеству на ближайшую перспективу. В принципе формат форума у нас остается такой же. Правительство Республики Казахстан предоставляет площадку для своих партнеров по Евразийскому союзу. И форум наш планируется стать уже ежегодным традиционным. В этом году интерес к форуму повышенный. В этом году планируется участие более тысячи участников, в том числе авторитетные иностранные спикеры, а также руководители ключевых правительственных организаций и государственных органов стран Евразийского союза, которые отвечают за вопросы инноваций и цифровизации. Эйна, какая работа вообще была проведена странами ЕАЭС по интеграции системы? Как вы знаете, в каждой из стран нашего союза проведена за этот год большая работа. Самое первое, что хотел бы отметить, это открытие у нас в Астане международного технологического IT-стартап-хаба, стартап-технопарка «Астана-хаб», который мы открыли для наших стартапов. В нем созданы все необходимые условия, необходимая благоприятная инфраструктура. У нас разработан был ряд законодательных поправок и по венчурному финансированию, и по вопросам налогового обложения, по вопросам льготного, визового и трудового режима. Такие же аналогичные работы проведены в республике, в наших республиках, в партнерах по Евразийскому союзу. Например, в Беларуси, как вы знаете, был подписан декрет президента Лукашенко в рамках парка высоких технологий. И уже вот эти ключевые объекты инновационной инфраструктуры, они постоянно были на связи, сотрудничали, и уже к этому форуму они выступят с конкретным приложением по инициативе Республики Казахстан, которое будет направлено в первую очередь на интеграцию технопарков, с энергией усилий их совместно для того, чтобы уже имеющийся тот потенциал, который дает нам Евразийский экономический союз в части единого экономического рынка, реализовать его еще больше. И в первую очередь это мобильность талантов, это все делается для талантов, это привлечение инвестиций, доступ, самое главное, это взаимный доступ к объектам инфраструктуры, чтобы наши участники наших экосистем беспрепятственно могли получать и как услуги технопарков, инкубаторов, так и искать партнеров для реализации своих проектов. Буквально сегодня все эти вопросы будут обсуждены главами правительства и экспертами, заинтересованными государственными органами, и вы скоро уже узнаете о конкретных результатах работы. Спасибо большое, Аян, будем ждать, конечно, новостей от вас. С нами беседовал заместитель директора департамента экспертализации Министерства информации и коммуникации Аян Ромазан. Ну, а мы продолжаем.